Объясните мне, как можно жить в таком доме, я вообще не понимаю, все заросшее, туалет на улице, в таких домах я имею, вот все в том наверняка есть богат цивилизации, там вода может подведена, а здесь ни воды, ни туалета я бы не смог однозначно жить, я еще жалуюсь, что там отживу на Зелинского, в современном том, что у меня иногда, то кран капает, протекает, начинал, я его заменил, в данном смеситель, то еще что-нибудь, обои отклеиваются, а как здесь жить, я вообще не понял, я бы не смог, не завидуют людям, наверное не живут, не живут, а выживают, а как зимой, представляете, существовать в таких домах, проживать, как существуют люди, ну понимаешь, вот поэтому и стремятся все построить вот такие себе дома, или переехать в город, теперь понимаю, все понимаю, абсолютно, ну не постижима, просто не отзавидую, ну блин, вот дом, бухатажник тоже стоит, деревянный, ну как здесь, когда дожди и все, а зимой, в тридцатку, на улицу, в туалет, ходить, просто, ой, пайдик проехал, старина, вот блин, а, классика, старина, старая время, я словно вернулся в прошлом, хотя уже 2012 год, но вот тут вот, как вообще, можно представить себе или нет, в таком доме, чтобы жить, господи, боже мой, что это такое-то, мне просто жалко, но смотреть на это все, и эти люди, тем более, проживающие потом, мы привыкли уже к благам цивилизации, а еще и жалуемся, а люди вот и так живут, вот рядом такой дом, и посмотрите, какой от грохоли тут дом, вот там еще понимаю, жить можно, на природе тем более, как дачный какой-то коттедж такой, да, даже пентхаус, блин, не как это все называют, ну блин, вот в таких вот домах, ну это, с этого несравнимо вообще, небо и земля, и любовь моя, так можно сказать, вот там туалет, ну вон туалетник, туалетик у нас, это просто, блин, слеза на глазах наворачивается сама по себе, ну вот все вот это для меня, а тут я не могу смотреть на это, спокойно, спокойно, надо быть более спокойным, и ведь ничем не можешь помочь людям, потому что денег нифига у самого-то нет, я довольно там работаю, зарплата десятка, ну в 12 месяц, курьером подрабатываю, в 12 тысяч в месяц, сам-то, ну как тут вот проживать, я просто, блин, блин, я не знаю, все, хватит, наверное, себя травмировать, психику себе, надо меньше думать, больше жить, да, спасибо тебе, по-другому, смотришь на это все, и морально травмируешь ты психику, ну вот тут такой дом, просто, такой вообще, совсем разные дома, разное, что лежит, не сравнимо, вообще не сравнимо, просто не сравнимо, друг с другом, кто-то получше живет, кто-то похуже, но главное, что живут вообще, да, вот единственное, что успокаивает, не живут, а выживают, наверное, так сказать, с года в год, у меня в день, недели, недели, месяц, месяц, от полуцки до полуцки, в общем, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, сегодня, кстати, вообще не планировал никакие прогулки, Но получилось все как всегда, спонтанно У меня всегда все Нет, частенько не запланировано Вальп планировали что-то Сегодня, например, не запланировано Частенько не запланировано Вот этот открытый отверт Встречает нас, наверное Ну, вот так вот люди А, ну вот, на своих огородах В общем, люди выживают В некоторых подобных Поселениях На всем своем, видимо Хотя бы так Немного уходит Меньше уходит Финансов на продукты питания На продовольствие Хотя бы так На своих участках огороды Содержат свое хозяйство На этом и живут, наверное Наверное Люди, некоторые В пригородах города Тюмени Ой, я забыл сказать Такое сегодня Солон С этого надо было начинать И поздороваться забыл Ну, давайте исправлюсь Здравствуйте Всем До свидания Меня зовут Игорь И сегодня у нас уже Пятое Июля Дня 2017 Года Понедельник День тяжелый Идем по работе Не знаю, надо было начинать Данное видео А я уже Наверное, скоро заканчивать его буду Ой Тяжело Тяжело на это Сосмотреть Вот Здесь Как-то Еще можно Выживать И жить В каких домах Ой, кошка черная Попробуй только Перебежать дорогу Но О, там Собаки еще устроились Но вообще-то Мечательно Они нас вообще Не пропустят Были уже случаи В одних из прогулок Скажут Что ты нас снимаешь И им в глаза главное не смотреть Это Как известно Прямая угроза Поэтому И не будем махаться Тут надо будет Пауза Вроде бы Прошли Спокойно Просто Надо было успокоиться Еще Не смотреть на них Вообще Понедельник Можно как-то было Спокойно Пройти А так-то Харен Спровоцировали бы И все Не провоцировать Главное Да И то они там Стерегли свои Дома И там еще Напротив Какое-то дерево Было выложено Брусчатка Поэтому Надо было Аккуратненько Пройти Но мы прошли Опыт Немножко Уже Наработали И вообще Мать Не рассказывала Главное Чтобы у людей Была Крыша Над головой И стены А У меня мать Сама Просто Из деревни Я же говорю Она уже не раз Рассказывала А выживать Говорит Человек может Жить Главное Чтобы четыре стены Было И крыша над головой А выживать Жить Человек может Говорит В любых условиях Потому что Человек Ко всему Существует Ко всему Привыкаем Привычаем Привычное Вот Это что такое Интерсвет Не было Здесь такого здания Когда она успела Отгрохнуть Я сколько раз ходил Или не обращал внимания Не замечал Мы начали Еще в Петрак Подходим По работе Мне сегодня Как раз туда Да и отец У меня тоже Зелени Примерно В таком домике Жил Из глухой Тайги Мочнее Из этого Ой Тундры Всегда путают Тайгу с тундрой Ну да Вот сам он И жил Примерно В таком Доме Тут Догородили Сейчас Не показать Хотел Показать Кое-что Сейчас Светофор Загорится Там Все Дорогу Что-ли У нас Ремонтируют Впереди Рабочие Там У нас сейчас Проваливаться Тюмень Стало Там Яма Точно Вспомнил Вот Хотел Показать Вот Такую Раньше Мне нравилось Смотреть Как Люди Выкачивают Глянуть Говно Воско По-русски Говорят Входы Нашей Жизнедеятельности Как из ям Выкачивать Люди В детстве В деревне Проживали Когда Нравилось Смотреть Не знаю Почему Как люди Работают Сам-то Не работал Теперь Это Конечно Неприятная Работа Особенно Запах Не Совсем Приятное Это Релище Кстати Еще Насчет Собак Хотел Пять Будут Сажать Кулаки Не мокаться Руками Кулак Им Дать Понюхать Они Иногда Подвигают Нем Чтоб Пальцем Меня Откусили Ну И Прочувствуется Добрый Вы Человек Или Нет Смотрите Напрямую Глаза Спокойненько Так Пройти А зачем Это Я Сказал Что-то Я О Кстати Здесь Когда-то Учился Но Тогда Он Еще Был Тогда Это Еще Было Кулис 30 А Сейчас Это Уже Клюменская Государственная Ой Нет Клюменская Клюверситет 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 Кía Снимаем Коля Снимаем Был Голит Коля Нефтигазывает Но Раньше Это Коля Сейчас Нефтигазывает Помое В Коля 30 Еще 33 Спасибо Не знаю, по-моему, 10-ти годовый был. О, вот это классика проехала. Можно найти еще еле живая. В Москве 412, как у моего дедушки, причем желтый. У моего дедушки гриба такой же был. Еле одержит. Так, ну все, пришел. Поработать куда надо пришел. А вот и любимая копейка нарисовалась. Классика, классика, за что я тебя так люблю и сам не знаю. А то посмотрим, какой плетеный руль. Охренеть. Просто нет слов. Вот это электро-кассика наша. Появится, что у моего стопа. Вот, наверное, здесь. Перехали. А это что за херня? Что такое-то, я не пойму. Ни руля, ни черина уже нету. А нет, вот руль есть, но все поломано. Что такое? Стоит бесхозная какая-то тачка. Тачка. Бэпан написано. Что за тачка-то? А, Митсубиси. Судя по знаку. А что за... О господи. Вся убитая. Да чё ты? Это старая вообще тачка. Это что за марка-то? Я ни хрена таких не видел, а кто ещё. И колёса у данной тачки все спущены. Вообще какая-то вся убитая. А, да. Смотри, вы делаете по пригороду города Тюмень. Под номером, под условным номером Тюмень у меня вот все люди и все работают. Сейчас я покажу. По пригороду города Тюмень под условным номером Тюмень. Потому что так как пригород уже деревня и как не А посмотри город, если вы говорите в городе Семень. Это данный дом. И нет таких домиков. Старых домиков похожих на деревянных. Но это интересно. Нету потому что данный дом. Так что это называется поселением города Тюмень. Например, это самая пригород города Тюмень. Вот где расстояние. По полчаса, наверное, у меня то еще сделается. Заканчивать и направляться в сторону. Попробедим. Попробедим. Чито заяorus. Георгolds. Попробедим, пытаясь убирать. Чете, другой. Попробедим, пытаясь на земле. Попробедим. Не dishwasбуки.